Ну, я думаю, что первый этап, конечно, это экономика. Первый этап мы должны объединиться экономически, но ведь у Евросоюза нет военной организации. НАТО возникло задолго до Евросоюза, как некий элемент холодной войны. Конечно, вот эти многочисленные розовые и так далее революции должны задуматься о том, что силами, возможно, одного государства трудно бороться с этой заразой. Я вообще хочу заметить, что любой самый плохой правитель лучше самой хорошей революции. В результате революции почему-то приходит к власти вообще просто откровенная мразь. И я думаю, что об этом думают и другие руководители государств. Потому что такая коллективная система, если бы она работала с Украиной, безусловно бы помогла бы. И, может быть, сейчас на Украине был совершенно другой порядок, совершенно другое настроение, если бы была такая договоренность. И туда вошли спокойно миротворческие войска. Российские, узбекские, такжистские, молдавские, я уж не знаю какие, белорусские. И там, наверное, был бы порядок и спокойствие. Не было такого мрака, который сейчас. Поэтому, я думаю, первый этап экономика. Союз должен показать, что он экономически эффективен. Приносит каждой страны благо, прибыль, работает для народа. Потом какие-то элементы военного сотрудничества, которые, кстати, уже есть же. Вот ДКБ, оно уже работает уже. А дальше уже, возможно, часть суверенитета будет передаваться в некий такой коллективный орган.